Между эйфорией и насмешкой На выставке питерского андеграунда 90-х годов можно прогуляться по северной столице с помощью вот такой интерактивной карты и послушать звуки. Например, Петропавловская крепость или местный зоопарк. Другую выставку представляют литовские современные художники. Они привезли в Нижний параллельные повествования. Они украсили зал двухметровыми полотнами, это классическая и абстрактная живопись, скульптурами и видеоинсталляциями. На одной из работ на английском языке появляются восемь признаний особо опасного преступника. Здесь нет какой-то единой темы или идеи, под которую все работы подбирали. Здесь скорее история показать разброс тем, с которыми работают художники. Именно как такой литературный прием, параллельное повествование. Каждый работает со своей темой. Если, конечно, очень захотеть, можно попробовать найти что-то общее. Но, в принципе, тема просто очень интересная и глубокая. И у каждого она своя. И очень, я бы сказала, такие неординарные. Не забыли в арсенале и об экологии. Этой теме посвящена выставка, которая называется «Фантастик Пластик». В экспозиции представлены более 40 фотографий, на которых изображены варианты новой жизни отходов из пластика. Все это возможно и в реальной жизни, если люди займутся современной утилизацией бутылок, пакетов и других изделий из пластика. Мы говорим о том, что нам необходимо создать замкнутый цикл производства. И дизайнер уже на стадии производства, но хороший дизайнер, он должен видеть судьбу своего продукта и понимать, как этот продукт умрет и как он будет, грубо говоря, захоронен. То есть он должен понимать на стадии разработки, как это будет утилизироваться, что из этого можно сделать повторно. Это очень важно. Все, что сделано, оно имеет место в этом мире. Кто-то будет восторгаться, кто-то будет фанатом этих вещей. Тем не менее, я для общего развития, хоть мне уже восьмой десяток, я должен смотреть, чем занимаются молодые люди. И я очень благодарен арсеналу. Открытие трех выставок в Нижегородском арсенале посвящено 22-летней работе Центра современного искусства. Они будут работать до 29 сентября. Юрий Афров, Никита Вертлин, столица Нижний.